Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Всемирный комитет всеармянских игр посетил муж. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет в Вашингтоне. В национальном парке Джавахка появится коттедж. Роухани. Связи с Китаем всегда имеют стратегическое значение для Ирана. Макрон призвал Турцию прекратить незаконное бурение в экономической зоне Кипра. В центре Азнавура отметят 120-летие Ерванда Кручара. В Шуши пройдет второй симпозиум брут-арт по гончарному делу. Факел всеармянских игр движется по древним городам Западной Армении. Как сообщает оргкомитет всеармянских игр, делегация комитета посетила города Муш и Ани и возложила цветы на могиле Геворга Чауша. Встретилась с мэрами этих городов. В ходе встречи мэр Муша Фейет Асайян в частности отметил. «Я очень рад вашему визиту. Этот день для нас является праздничным, но я не могу спеть возможность и не встретиться с вами». Глава делегации Ишхан Закарян вручил мэру официальное приглашение принять участие во всеармянских игр, которое было принято. Делегация также встретилась с мэрами городов провинции Карс. В ходе встречи Ишхан Закарян предложил сделать города Ереван-Ван-Гюмри и Карс центрами проведения всеармянских игр и работать в этом направлении. Мэры приветствовали предложение и выразили готовность обсудить детали в Ереване. Стороны также подчеркнули важность налаживания культурных связей. Седьмые всеармянские игры пройдут с 5 по 17 августа. Торжественная церемония открытия состоится в столице Арцаха Степанакерти. Министерство иностранных дел Армении распространило заявление касательно запланированной 20 июня в Вашингтоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На территории национального парка Джавах агентство по охраняемым территориям Грузии построит частные коттеджи гостиничного типа недалеко от озера Хозапини. Будут построены два коттеджа. На реализацию проекта было выделено 117 тысяч лари, из которых 65% было профинансировано группой развития Ахалкиалаки. Проект реализуется агентством по охране заповедников Грузии. Пару дней назад сотрудники национального парка посетили площадку и наметили конкретные места для коттеджей. Сейчас идет процесс проектирования, после которого будут построены дома. По словам директора национального парка Джавахка, этот проект привлечет больше туристов. Связи с Китаем всегда имеют стратегическое значение для Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече со своим китайским коллегой Си Циньпином. В колуарах 19-го саммита ШОС в пешке, Кеп, передает Мехар. По его словам, Иран всегда придавал отношениям с Китаем стратегическую важность. Он отметил, что Иран всегда выполнял свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий, добавив, что давление США на Иран, Китай и другие страны направлено на доминирование США во всей Азии и мире. Иран готов продолжать энергетическое сотрудничество с Китаем и развитие инфраструктуры для устойчивых стратегических отношений с Китаем. Он добавил, что Тегеран приветствует инвестиции Китая в проекты в южных регионах и портах Ирана. Со своей стороны президент Си Циньпин заявил, что Пекин будет продолжать и развивать свои стратегические отношения с Ираном. Отметив, что односторонность стала обычным явлением в современном мире, он отметил, что односторонний выход США из СВПД является основным фактором эскалации напряженности в регионе. «Мы готовы развивать сотрудничество с Ираном в региональном международном сообществе». Пекин готов развивать сотрудничество с Ираном в борьбе с терроризмом и организованной преступленностью, отметил Циньпин. Евросоюз не намерен доминировать слабость в этом вопросе, отметил президент Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительно экономической зоне Кипра. Соответствующее заявление он сделала в ходе выступления по итогам саммита среди земноморских стран ЕС на Мальте. Трансляцию вела пресс-служба Елисейского дворца. «Мы полностью солидарны с Кипром и поддерживаем его суверенитет. Турция должна прекратить свои незаконные действия в исключительно экономической зоне Кипра». Евросоюз не намерен демонстрировать слабость в этом вопросе, подчеркнул он. 15 июня в центре Азнавур отметят 120-летие Ерванда Кочара. Мероприятие было организовано центром Азнавур при непосредственном посредничестве Николы Азнавура и Кристиной Саркисян, компании «Армены Армения Вайн» и Араратского коньячного завода. По данным Министерства культуры Республики Армения, состоится презентация видео «Послание маэстро Кочара». Послание Кочара представляет люди, играющие значительную роль в культурной и политической жизни нашего города. Аккредитованные послы в нашей стране и поклонники искусства Кочара. Кочар – художник, чье творческое наследие является одним из самых интересных явлений мирового искусства XX века. Художник, принимавший активное участие в создании исторического авангардского искусства в Париже и единственный представитель парижской школы в Армении. 20 июня в 19.30 в центре Нарикоцы в Шуши состоится торжественная церемония открытия второго симпозиума по гончарному делу «Брут Арт». Об этом в беседе с корреспондентом «Арцах Пресс» заявила администратор центра Нарикоцы Марьям Андресян. Симпозиум организован при поддержке центра Нарикоцы в Шуши, при поддержке отелей «Европа» и Министерства культуры по делам молодежи и туризма «Арцаха». В симпозиуме примут участие мастера из Армении, Белоруссии, Франции, России и Арцаха. В церемонии открытия примет участие армянский и канадский скрипач Рубен Косимян. Отметила Андресян и сообщила, что вход свободный для всех желающих. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг ансамбль. Акунг ансамбль. Акунг ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.